Эта тройка может запросто повторить движение Ивангая и привлечь своими талантами зрителей. Впрочем, так же, как и эта дама, которая не только танцует, но и поёт. Особый интерес публики к Теспиану. Интерактивный робот-андроид уже знаком многим сочинцам. Его впервые представили на выставке в прошлом году. Внимание к продвинутому человекоподобному роботу понятно. Ведь он может говорить на разных языках, отвечать на вопросы, пародировать, петь и читать монолог Гамлета. А вот робот-борис для сочинцев – новинка. Этот эрбот – настоящий помощник для человека. Позволяет пользователю удаленно присутствовать в любом месте, видеть и слышать всё происходящее. Привет всем. Меня зовут Борис. Я робот телеприсутствия. Я очень рад быть гостем на этой выставке. Мне тут очень нравится. Накануне открытия выставки Борис встретился с Геннадием Ветровым. Юморист оставил свой автограф на шляпе робота. Вообще, все экспозиции, которые представлены на выставке, интересны как взрослым, так и детям. Практически все объекты, присутствующие здесь, они так или иначе взаимодействуют с человеком. То есть, это не фигуры, которые стоят отдельно и сами по себе живут. Это всё-таки какой-то обмен информацией или эмоций. Роботы с всех уголков мира. Есть Южная Корея, Япония. Робот Теспиан у нас англичанин. Робот Борис. Эрбот – это, собственно, русский робот. Особое умиление вызывает японский робот-тюлень. Он был создан специально для престарелых и воспитанников детских домов, где наличие животных запрещено. Пара, так зовут робота, любит, когда его кладят, виляет хвостиком и издаёт звуки. А корейский робот-силбот имеет в своём арсенале набор программ для обучения и развития памяти у детей и взрослых. А вот гостям из Нижнего Новгорода особенно понравился аттракцион «Окулус». Занимательные очки, когда дети одевают на себя что-то вроде третьей реальности и начинают двигаться по её законам. Также среди экспонатов есть и робот-теннисист. Эта игрушка хороша для практики настольного тенниса. Бал роботов – это масса научно-развлекательных возможностей для тех, кто стремится идти в ногу со временем. Увидеть последние тенденции в развитии робототехники можно в Крае науки и фантастики Сочи парка до 6 сентября.